итак ну чтож ария рума и маленькие любители покушать и это все мои любимые фарминг симулятор 22 как я и говорил за кадром пройдет гигантское количество времени прежде чем я начну этот эпизод так и оно в принципе произошло сейчас уже ноябрь у меня в кармане ровно ничего нет меня все деньги которые были они закончились продажи всего этого безобразия а все ушло в дело и все ушло на производство для начала я купил вот этот один из самых больших прицепов в игре вот он здесь я его покупал к сожалению не по уценке а именно из магазина из-за этого получилось его купиться так дорого но это того стоит и если предыдущий прицеп мы продавали где-то там за верно 10 тысяч то этот прицеп буквально в три раза или даже практически три с половиной раза больше и за его единоразовую продажу у нас удается получить 35 примерно 33 тысяч и я говорю о продаже силосы не зря из прошлой части мы практически оптимизировали то что у нас здесь будет добываться это что у нас здесь будет продаваться и получается весь этот год до этого момента я косил траву загружал эту траву сюда прессовал ее и получал из этого силос я не знаю как именно посмотрите весь объем бункера можно ли это вообще делать но по идее он только что у нас накрылся только в ноябре и мы должны сейчас подождать ровно месяц для того чтобы силос у нас точно успел заферментоваться и для того чтобы мы его могли погружать в наш прицеп и уже прицепом вывозить я специально не продавал силос раньше и копил его чтобы и наразово его продать в декабре можно было бы попробовать и в январе но я напомню со своей стороны что это примерное колебание цен и как будет январе никто точно не знает и как будет декабре тоже так что мы продаем в декабре и как мне кажется это наилучший вариант а вот и наши заветные сто процентов силоса короче сбавляем его можно по идее как-то открыть вот открыли и у нас гигантское такое количество вот этого всего силоса 1 миллион восемьдесят тысяч силоса это грамм килограмм не знаю но это очень приятная цифра мы заводимся и меня попросили в комментариях сейчас попробовать просто загрузить силос в этот фуражный прицеп помощью которого мы в принципе грузим траву и что то мне подсказывает что мы не сможем так загрузите нам потребуется использовать нашу обычную систему и раз меня попросили я попробую я его сейчас включил залазим сюда и ничего не происходит он просто сюда наехал и соответственно не забирает его понятно ну как я предполагал он просто не предназначен для того чтобы таким образом все это загребать в любом случае нам от этого ни горячо ни холода особо наша первоначальная задача именно сейчас наладить дренажную систему чтобы все это в автоматическом режиме поступало именно в прицеп первый элеватор я поставил во второй тоже пошло у нас загрузиться все я подогнал сюда прицеп и должно это сейчас все грузится у нас сюда но почему-то не грузится почему просто нужно было подвинуться на два миллиметра вроде бы кажется что просыпается но на самом деле ничего не просыпается все у нас должно грузиться нормальный адекват он нас все сыпется все замечательно мы ждем полной загрузки прицепа полные выгрузки из всего объема вот этой вот нашей силосной ямы и будем пытаться узнать сколько всего в итоге на получится с этого всего безобразия заработать а ну я еще забыл сказать то что ради прикола не знаю и для упрощения всего нашего производства я купил здесь себе вот этот вот маленький миленький трактор он мне нужен чтобы катался вот такой вот валковой жаткой и чтобы он получается весь урожай который здесь косил тюковал мне кажется это просто великолепно он безумно антуражный у него здесь много подвижных частей и по большей части я купил для того чтобы удовлетворить своего маленького ребенка который сидит внутри как это странно звучит захотелось и купил он принципе не особо дорогой даже пользу какую-то приносит ну и замечательно вот мы загрузились у нас прицепе в общей сложности 56 тысяч а в принципе у нас в силосной яме сейчас миллион то есть не хитрыми математическими подсчетами можно посчитать сколько раз придется нам съездить на продажу для того чтобы продать все то что там находится грубо говоря плюс минус 17 раз даже 18 я думаю раз надо будет нам съездить для того чтобы это все продать а сейчас нам нужно до конца продать этот прицеп для того чтобы узнать точную сумму которую мы сможем выручить за весь год непрерывные работы на силосном бункере свою защиту я хочу сказать то что это не максимальный уровень заработка которая можно получить силоса по идее можно еще больше получать денег если бы мы сами купили себе я газовый завод тогда было вообще все шикарно и тогда бы еще было больше денег а как вы хотите прошу прощения я это все в биогазовый завод впихнул если мне нужно загрузить все это все церна а у меня прицеп поехали к перекупщику животных я понял насчет биогазового завода мне все стало ясно понятно а вот и наш любимый перекупщик я только сейчас и знал то что вообще по-хорошему купить себе еще один прицеп и пока один доставляется 2 бы мы уже сгружали ну ладно я думаю не нас не такие большие сильные объемы так загружаем и смотрим на наши финансы сколько вообще это безобразие нам сможет принести и не уже будем надеяться что чуть больше чем я хотел бы плюс 31000 нам 386 как бы еще но это крохи так что даже не учитывал это в итоговом подсчете нехитрым образом берем мы с вами калькулятор у нас в итоге должно быть 18 ходок и умножаем на 31000 и того 550 с лишним тысяч мы должны вывести с этого бункера я думаю то что сумма в итоге будет поменьше потому что есть небольшая погрешность вычислениях и так далее это в принципе за год получается у нас такая сумма да ну у нас еще учитываем то что есть как бы в кредит который нужно выплатить и в итоге у нас останется еще меньшая сумма чем хотелось бы ну а пока мы все что можем это просто загружать принципе биогазовый завод которые маленькие самые мы могли бы построить здесь с вами это стоит четыреста тридцать пять тысяч больше чем я планировал конечно есть конечно у нас вот такой вот завод за за лям 200 это счет а по моему слишком дорого для нас сейчас есть принципе вот такой вот средники на 250 киловатт принципе вот на это нам безобразие нужно сейчас копить для того чтобы еще больше нам зарабатывать денег есть еще куча всего интересного по кредиту на что мы должны банку получается двести семьдесят пять тысяч будем сейчас пытаться все это безобразие уплачивать ну насколько позволит все это производство ну и сейчас нам не остается ничего другого как просто брать и возить все эти прицепы на продажу и снова примерно такая же сумма но я думаю она не будет особо меняться здесь у нас ведь мы работаем не в пределах каких-то гигантских масштабов пределах там утра этого дня на я со своей страны еду за третьим рецептам и наконец-то у нас сумма кредита ровно такая же как было самом начале самой первой серии постепенно его выплачиваем уже замечательным и продолжаем продавать да ладно у нас закончилась сечка не смысле совсем а в том плане то что у нас закончилась возможность погрузки заметьте как много мне удалось пички выгрузить просто не передвигая всю эту систему только 7 получается машин целых я могу конечно ошибаться в цифре но цифра которые я на монтаже нарисую точно ошибаться не будет сейчас пытаемся передвинуть все это безобразие и до конца все это отсюда выгрузить я сбился счету какой-то прицеп но мне позволяет выплатить весь кредит а аллилуйя поздравляю ребят мы теперь абсолютно свободные люди без кредита без всего ненужного без всякого лишнего и это невероятно классно а вот знаете как камень с души упал и просто вот вау надо сейчас посмотреть сколько у нас по итогу осталось сечки и насколько у нас еще хватит ее на продажу по идее по подсчетам нас на 300 тысяч лежит или около того в любом случае на биогазовый завод нам не хватит но будем надеяться на лучшее но осталось у меня примерно даже больше чем половина хорошо будем знать и будем что-то с этим придумывать хотя что с этим придумывать кроме как это возить не представляю получается это практически последний прицеп у нас практически уже весь бункер вот это вот силостный пустой это меня безумно радует я не думал что потрачу так много времени на то чтобы выгрузить все вот это вот безобразие на то чтобы все это вообще продать общей сложности на все про все у меня ушло порядка трех наверное числов вот идет третий сейчас час записи и я думаю что это неправомерно долго и в следующий раз и это все безобразие здесь все объемы нужно будет продавать каким-нибудь другим образом например погружать это все тот же самый силостный бункер почему бы и нет даже если нам придется взять кредит я думаю это будет больше чем оправдано получается последний прицепе суда загружаю у меня конечно там осталось силостном бункере вот чуточку ресурсов но я пожалуй предпочту их сразу загрузить биогазовый завод который я сейчас куплю а вернее который я сейчас хочу купить на заработанные деньги а мне придется снова взять кредит но я думаю это будет гораздо оправданно ведь гораздо сохранит наши затраты времени по продаже всего этого безобразия получается вот так вот выглядит этот завод надо нехитрым образом здесь размещать допустим если вот так вот но в любом случае мне будет неудобно сюда подъезжать хотя да я думаю так вот его надо будет разместить здесь вот этот вот завод и не хватает порядка 100000 наверное 100000 кредит и сейчас я возьму это последний получается был силос ну или сечка без разницы и у нас в бункере ничего не осталось и оставляю здесь прицеп потому что мне нужно сейчас заняться тем что я немножечко перевезу прицепы которые здесь находится немножко не в удобном для нас месте конечно если говорить по-хорошему я бы все вот это безобразие отсюда перенес вот на этот участок но этот участок на самом деле стоит по 70000 а чем черт не шутит я куплю сразу себе этот участок сейчас нужно на нем немножечко оптимизировать производство именно вот это вот все поле которое на нем есть надо замазать поскольку я не планирую здесь что-то выращивать а именно я хочу здесь построить завод вот все готово теперь получается первым делом продаю вот это вот силосный бункер потому что его никаким другим образом кроме как продать делать нельзя его нужно будет любом случае не переносить и получается снова мы берем кредит и взяв кредит я строю здесь же на новом нашем поле один из самых наверное больших вот этих вот бункеров и чтобы удобно было к нему еще подъезжать и здесь же строю вот это вот самый маленький биогазовый завод денег не хватает блин еще берем кредит я не сомневаюсь что это все у меня безобразие окупится ведь мы уже с вами точно уверены то что это все безобразие с лихвой окупается его как-то надо адекватно разместить но никаким другим способом кроме как вот так вот там его как-то таким вот образом чтобы они примерно не пересекались и чтобы это было удобно здесь ну то есть небольшой перепад высоты на самом деле может быть критично хотя если мы будем сюда грузить манипуляторами нормально все правда заезжайте выезжать будет не особо удобно выровнять я никак это не могу ладно ничего страшного и вы давайте в пробном варианте попробуем всю эту сечку загрузить именно вот в наши бункера хотя нет я думаю перепады высот меня не буду сильно беспокоит здесь то нормально у нас заезд организован да посмотрите вот нормально заезжаем потом выезд нужно будет куда ты полетел это какая-то сложность на самом деле и особо ничего не понимаю что тут происходит там что-то будут выдавать и так правильно понимание силос у нас перерабатывается дегистат какой дегистат не знаю я предлагаю подождать какое-то время для начала получается дегистат это какая-то жидкость потому что она может храниться в цистернах а ее мы можем продавать нет то что я занимаюсь с этим впервые я думал это все гораздо проще это можно в автоматическом режиме продавать оказывается что нет вот дегистат нету пунктов продажи ну у меня производится дегистата куда мне его дальше то девать никто не тебе снит ну ладно в любом случае мы с вами много заработали если что в любом случае этот завод можно будет продать и хотя бы часть суммы окупить я думаю то что таким образом у нас на фирме будет все идти и развиваться я думаю то что лучше обо всем об этом расскажите мне вы ребят и подскажите как именно мне быть с этим заводом оставить его здесь или как-то его изменить и что мне делать с этим дегистатом куда его девать вообще его можно продавать или нет ну а пока на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорист у гамма мору еще услышимся